Белоруссия 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 России в Республике Беларусь Александром Суриковым. Посол подробно рассказал о стратегических направлениях социально-экономического развития Беларуси, особо отметил государственные подходы к развитию сельского хозяйства, благодаря которым остановился отток жителей сельской местности и значительно повысилась производительность агропромышленного комплекса. На его взгляд, одним из самых успешных моделей в этой области является создание агрогородков. Михаил Агнатьев поблагодарил Александра Сурикова за организацию визита в Минск и проинформировал, что в Чувашии также уделяется особое внимание социальному развитию села. Реализуется государственная программа газификации, строительство дорог и фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкция учреждений культуры, поддержки молодых специалистов в улучшении жилищных условий и другие. У нас неперспективных деревен тоже в республике вообще нет, по Волжи вообще, как национальной республике они сохранили. Сельское хозяйство тоже сохранено, плотность населения высокая. По 70% безвозмездный выдаем молодому специалисту или молодой семье, которая остается работать в сельской местности и в сельском хозяйственном хозяйстве. Не, он вообще вращает, если ребенок. А тут три ребенка, соответственно, это мотивация на рождение ребенка. С одной стороны, когда списывается не от того, что там кому-то хочется, и когда у них дом с земельным участком, они закрепляются практически по жизни. Поговорили о налаживании взаимовыгодного сотрудничества в сельском хозяйстве, электротехнической отрасли, химической промышленности и других отраслях. Нам нужно подниматься на другой уровень. С одной стороны, санкции предъявленные сдерживают подъема экономики, но, с другой стороны, создаются дополнительные возможности в электротехнике, химической промышленности, в сельском хозяйстве, машиностроении. Это очень важно. И наш визит, наши встречи должны дать дополнительные стимулы и импульсы для наших предпринимателей. Мы будем снимать те сдерживающие факторы, которые есть. И сегодня, с учетом Таможенного союза России и Беларуси, практически максимальное мы должны сделать для того, чтобы нашли друг друга наши бизнесмены. Программа пребывания чувашской делегации была весьма насыщенной. Обе республики готовятся к празднованию 70-летия Победы. Пока живо о памяти трагических страницах истории двух братских народов, живо участники той кровопролитной войны, мир будет прочным. Глава Чувашия возложил венок к Монументу Победы. Михаил Игнатьев посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Около 15 тысяч уроженцев Чувашия участвовали в освобождении Беларуси от фашистских захватчиков. Экспозиции музея истории Великой Отечественной войны очень полно и правдиво отражают события тех лет. Брестская крепость, годы оккупации партизанских движений, легендарная операция Багратион и полное освобождение Минской Беларуси. Эти вехи в истории нашли свое отражение в экспозиции обновленного Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Белорусы, один из наиболее пострадавших года лихолетия народов, свято чтят память тех лет и память этих людях, освободивших их страну от немецко-фашистских захватчиков. Мы продолжаем совместное исследование об участии наших братьев-чувашей в партизанском движении в Белоруссии, в освобождении Белоруссии. И эта работа у нас налажена, в частности, с вашим университетом. Мы этой работой очень дорожим. Так как нашему музею в новом здании нет еще и года, поэтому все выставки и проекты у нас впереди. Мы просто уверены, что будем обмениваться и выставками, и материалами, и архивными, и фотографиями, и, конечно, сведениями о белорусах, которые отличились и на военном поприще, и на гражданском в Чувашии. Мультимедийные комплексы музея позволяют создавать современные инсталляции. Экспозиции музея истории Великой Отечественной войны очень полно и правдиво отражают события тех лет. И это очень важно в сегодняшнее время, когда предпринимаются попытки переписать историю и принизить значимость Великой Победы, отметил Михаил Игнатьев. С президентом Александром Лукашенко глава республики встретился, как со старым знакомым. По мнению Александра Лукашенко, сотрудничество с регионами укрепляет российско-белорусское межгосударственное взаимодействие в целом, а точек к соприкосновению бывшей союзной республики и субъекта Российской Федерации множество. Это и производственная кооперация, и строительная сфера, и транспортное машиностроение. Еще одно из направлений наше сотрудничество, которое вы тоже уже осваиваете, это сельское хозяйство. И не только простое приобретение техники и так далее, но и наука, племенное дело, семеноводство, селекция сельскохозяйственных культур. То, что обеспечивает агрокомплексу устойчивое перспективное развитие. У нас накоплен определенный опыт в животноводстве. Мы с удовольствием делимся им со всеми регионами Российской Федерации. В общем, много направлений сотрудничества. Трудолюбие, работоспособность вашего народа, аналогично нашему. И это та основа, на которой мы можем сотворить любой проект. Здесь нет никаких проблем. Все качества чувашского народа присущи нашему белорусскому народу. И мы максимально оперативно готовы развивать те направления, которые вас заинтересуют. Мы готовы рассмотреть оперативно ваши предложения, ваши вопросы. И в этом направлении действовать. Чуваши видят в республике Беларусь надежного и выгодного партнера. Между нашими предприятиями уже давно налажены прочные экономические связи. Товарооборот, можно сказать, за последние три года у нас увеличился в два с половиной раза. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения на самом деле развивались в научно-технической сфере, в сфере агропромышленного комплекса. Это очень важно для нас, потому что республика промышленно-аграрная. Мы приобретали семена как картофеля, так и семян зерновых. Племенной скот всегда закупали. Возможные направления сотрудничества обсуждали прямо на местах. За три дня Михаил Игнатьев побывал на нескольких предприятиях. Встретился с множеством людей, заинтересованных в сотрудничестве с нашей республикой. Здесь сегодня модернизируются теплоэлектростанции, строятся гидроэлектростанции. Наши предприниматели, которые производят автоматику в виде релейной защиты, микропроцессорных изделий, находят свой рынок здесь. Не останавливаться на уровне, который уже достигнут, а идти дальше. Таков был лейтмотив всех встреч и переговоров, состоявшихся в Беларуси в эти апрельские дни. На встрече с премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым обсуждались вопросы развития двухстороннего экономического сотрудничества. Премьер-министр отметил, что Чувашия для Беларуси является проверенным партнером. У нас есть хорошие предложения, думаю, которые вас могут заинтересовать. Да, собственно говоря, вы о них знаете. Это прежде всего оказать сельскохозяйственные, коммунальные, дорожно-строительные техники, оборудование для производства и переработки пищевых продуктов. У нас станочное оборудование, я думаю, для вашего тоже машин среду. Да, как раз. Это будет небезинтересным. Мы знаем о том, что вы вошли в программу в Российской Федерации по газомоторной тематике для пассажирской техники, для коммунальных нужд. У нас есть соответствующие образцы, предложения. Мы готовы участвовать. Готовы участвовать не только в поставке, готовы на кооперационность, но и в общем, я думаю, что это будет достаточно интересным направлением. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что между Чувашией и Беларусью за много лет выстроились доверительные отношения. По такому же принципу в Чувашии выстроена социальная политика. Финанское направление бавропромышленного комплекса на государственном уровне вы сохранили. Мы как по линии растениеводства, так и животноводства на взаимовыгодной основе работали, завозили семена. Михаил Иванович, я тоже знаю, соответственно, и племенной скот завозили. Сначала провозглашение национального проекта развития АПК вообще отношения не вышли на другой уровень. Лифтового оборудования, о чем вы сейчас сказали, я только приветствую. Минский автомобильный завод – бренд Белоруссии. Автомобили-строительная компания специализируется на выпуске большегрузной автомобильной, автобусной, троллейбусной и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и в дальнем зарубежье. Автомобили МАЗ поставлялись более чем в 45 стран мира. После кризиса 90-х она лишь частично смогла восстановить свой прежний рынок. Чувашская делегация по достоинству оценила белорусскую технику, работающую как на дизельном топливе, так и на природном газе. Особенно заинтересовал мусоровоз газовый на газовом оборудовании. Почему? Потому что в республике тоже принята программа по утилизации отходов, ну, как бы, наверное, как и во всех субъектах. И достаточно большие расстояния приходится переделивать мусоровозом, да, и понятно, что все затраты, они ложатся на тариф, на население. И что вот как-то вот компенсировать, облегчить, вот эта техника для нас, она является, там, актуальной. Поэтому по приезду в республику мы будем разговаривать с жилищно-коммунальным хозяйством, городских администраторами для того, чтобы попытаться вот такую технику увидеть у себя на дороге. Под маркой МАЗ с конвейера завода сходят сидельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного оборудования. Всего более 500 моделей модификаций. С 1995 года Минский автомобильный завод выпускает пассажирскую технику, которая представлена 15 моделями более чем в 100 исполнениях. Мы там очень плотно поработали, в плане того, что уже заключены договора на поставку продукции более 10 миллионов рублей. Плюс к этому есть предварительные договоренности о реконструкции, строительство ферм, значит, и так далее. То есть его платворная работа, я думаю, что мы с большой пользой посещаем Республику Беларусь. Общество с ограниченной ответственностью Гастеловская, расположено в 15 километрах от Минска, считается одним из лучших в данной отрасли. Комплексное сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием зерновых, овощных культур и молочно-мясным животноводством. Хозяйство имеет один из самых высоких показателей выработки, что позволяет окупать вложения в модернизацию производства. В частности, был полностью переоборудован молочный комплекс на тысячу голов. Пока в нем 850 коров-полукровок. Все процессы на нем, в том числе и доение, автоматизированы и обслуживаются всего двумя работниками. Роботизированные линии, используемые для производства и охлаждения молока, собраны на предприятиях Белоруссии. Технология придумана французскими фермерами. Всего здесь 14 роботов. Главная задача операторов – отследить дойку, чтобы коровы поочередно подошли на свое любимое место. И доверились умной технике, которая самостоятельно моет их вымя, тщательно сканирует степень чистоты и приступает к дойке. Это легкие конструкции, насколько я понял? Ну, это вы знаете, это конструкции, будем говорить, это сэндвиш-панели утепленные вверху. Это очень такие десятка, достаточно плотные. Ну, это надолго, да. Ну, 10 лет гарантии дают. Здесь рай для коров и телят. Все как у людей. Есть профилактория, где содержатся новорожденные телята до 20 дней. Есть отдельные помещения для декретниц. Они питаются по особому рациону. На строительство всего комплекса понадобилось 20 миллионов долларов. На территории открытого акционерного общества «Гастеловская» проводятся международные выставки достижений сельскохозяйственного производства и современные техники для высадки семян и сборки урожая. Другое, не менее нужное предприятие в области животноводства – «Белокотехника». Предприятие занимается производством и оптовой реализацией широкого спектра ветеринарных препаратов, готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц. Вот еще один из самых ходовых наших продуктов – это мастепротек, то есть обработка в имени после доедения. Эффективность очень хорошая в использовании простой, скажем так, как методом обычного окунания. То есть берется стаканчик, и каждый сосок после доения просто окунается. Благодаря этому микротрещины, повреждения, сухость, которые есть, она как бы устраняется. Мало того, что самое важное – закупоривается молочный канал, и, скажем, туда не попадают никакие микроэлементы, микроорганизмы, благодаря чему профилактика мастита. Отличительной особенностью производства является использование качественного сырья, жесткий контроль на всех этапах технологического процесса. Как следствие, высокое качество и конкурентноспособность продукции. На сегодняшний день продукция компании используется более чем в 700 сельскохозяйственных предприятиях Республики Беларусь. Продукция общества с ограниченной ответственностью «Белокотехника» поставляется на рынке России, Украины, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. В Чувашской Республике партнером компании является общество с ограниченной ответственностью «Авангард». На сегодняшний день уже были первые три поставки в Чувашскую Республику. Это ваш крупный холдинг, Чувашский холдинг «Авангард». Первые поставки уже были. Качество продукции они наши посмотрели. Качество их устраивает, цены наши тоже. Поэтому планируем в ближайшее время будут значительные увеличения объемов поставок. Мало того, как я знаю, в Чувашской Республике хорошо развито птицеводство. У нас есть много продуктов, которые можем предложить именно для птицеводства. Поэтому я считаю, что в ближайшее время сотрудничество с Чувашской Республикой должно быть на очень высоком, хорошем уровне. Специалисты отдела качества и развития «Белокотехника» работают в тесном сотрудничестве с учеными Института экспериментальной ветеринарии имени Вашлесского, Белорусского научно-исследовательского института животноводства, Витебской государственной академии ветеринарной медицины, Гродненского сельскохозяйственного университета. Систематически отслеживается передовой опыт отечественных и зарубежных ученых. Такой подход позволяет компании предлагать конечному потребителю максимально эффективное решение, постоянно повышать качество продукции, и оперативно внедрять новые технологические разработки. То есть вот эта таблетка закладывается в полость матки, она создает обильную пену, которая контактирует со слизистой ополочкой, действующее вещество лучше проникает, лучше оказывает свой терапевтический эффект. И вот этот продукт очень хорошо себя Мастимакс показывает при лечении непосредственно гнойных маститов, запущенных маститов. Дело в том, что в его состав включен дексаметазон, противовоспалительное средство, которое снимает и воспаление, благодаря снятию воспалению болезненность, и действует на микрофлоры именно синегнойную палочку, гнойную микрофлору, которая вызывает именно гнойные маститы. Почему выдавил стаканчик и показал, чтобы вы видели, что наши продукты не расслаиваются в процессе хранения. На предприятии трудится 145 человек, средний возраст работников 36 лет. Компания на собственные средства строит элеватор для хранения зерна емкостью 35 тысяч тонн и комбикормовый завод. Поставку оборудования планируется осуществить за счет товарного кредита зарубежных партнеров. Я считаю, что очень полезен нам этот опыт, и мы обязательно будем сотрудничать с белорусской стороной. Михаил Игнатьев посетил закрытое акционерное общество «Август Бел» – завод по производству средств защиты растений, входящих в современную производственную базу компании «Август», наряду с фурнарским заводом смесивых препаратов Чувашской республики. Объем употребления – это Республика Беларусь, Украина и Россия. Начинаем налаживать поставки в Колумбию, Бразилию. Работает 300 человек, около 300 человек. Средняя заработная плата, если в пересчете, в районе 30 тысяч российских рублей. Мы в состоянии обеспечить всю потребность Республики Беларусь. Поставки сырья из Чувашской республики, готовой продукции. Часть ассортимента, который производится на бурнарском заводе, востребована здесь, в республике, поставляется нам, и мы реализуем уже дальше потребителям. Гостей интересовали многие вопросы, в том числе возможности заводской лаборатории в плане обеспечения гарантированного качества продукции. Порядок разработки, регистрации, постановки на производство новых видов средств защиты растений. Организация производственного процесса. Примечательно, что здесь трудятся и студенты Чувашской сельхозакадемии. Совсем скоро сотрудники Белорусского августа на День химиков приедут в Чувашию, чтобы встретиться с вурнарскими коллегами. В ходе визита в Республику Беларусь у делегации Чувашии была возможность побывать в крупнейшем агрохолдинге, занимающем солидную нишу на республиканском рынке. Продукции очень нравятся. Ну, конечно, самый главный наш продукт – это наша тушка. Это мясо птицы, которое мы очень много вырабатываем, экспортируем в Россию. И очень много продаем в нашем рынке местном. Продукция наша очень хорошая. Наше мясо птицы очень качественное. И как бы очень нравится нашим покупателям. Агрокомбинат «Держинский» – крупнейший агропромышленный холдинг, объединивший много лет назад бройлерную птицефабрику с рядом неэффективно работающих хозяйств. Решили пойти по пути многопрофильности. Правильность выбора подтвердила время. В числе основных отраслей сохранили, конечно же, производство мяса птиц. Сделали замкнутый цикл от родительских ферм до глубокой переработки продажи полуфабрикатов в своей же торговой сети. Сами же производят комбикормы, белково-витаминные добавки. Современные технологии, новое оборудование и полноценные корма позволили превзойти европейский уровень среднесуточного привеса птицы. Агрокомбинат производит 250 видов полуфабрикатов и колбасных изделий. Это 20% всей выпускаемой в республике птичьей продукции. Хорошие дивиденды холдингу приносят разведение крупного рогатого скота, прудовой рыбы, растения, водства. Коллеги из Белоруссии создали собственную торговую сеть. В городах и районах работают более 50 фирменных магазинов фабрика здоровья. Самое главное, они ведут государственный такой социально ответственный бизнес. Есть социальные бытовые помещения, социальный пакет для своих тружеников. На самом деле, посмотрели, какой высокий уровень культуры производства. У нас тоже есть фабрики с хорошей культурой производства, но здесь высший пилотаж практически. Вот это хочу я сказать. И есть чему учиться. Есть и еще одно необычное направление у агрокомбината. С помощью правительства здесь создали универсальный комплекс Центра экологического туризма Станькова. На территории в 500 гектаров организовали военный исторический партизанский лагерь, представляющий собой реконструкцию типичного лагеря партизанского фермирования периода Великой Отечественной войны. Мы решили воссоздать этот лагерь для того, чтобы нашу молодежь учить, так сказать, на этом примере, чтобы люди не забывали, что такое Великая Отечественная война была, что такое фашизм, что нам принес, какое горе. Ну и в целях патриарского испытания, естественно, самое главное. Да и чтобы не были фальсификации истории, которые сегодня уже, к сожалению, Европа переписывает историю Великой Отечественной войны. Отдельную территорию отдали под Зуассад. Здесь же работают манежи для катания на лошадях и пони. В центре организованы даже платные охоты и рыбные ловли. Визит завершился, но работа по развитию партнерских отношений продолжается. За переговорами обязательно последует заключение договоров, соглашений. Представители из Беларуси планируют приехать в гости на День Республики, чтобы детально обсудить конкретные шаги по взаимодействию в различных отраслях экономики.